Деревенские пейзажи жители деревни Пашино больше не радуют. Из окон открывается вид на горы навоза. Запах на всю округу стоит соответствующий. Более того, тонны органической жижи рискуют оказаться в реке. Сейчас весна, и здесь все, что тает, талые воды, они идут в речку. Все это оказывается вот здесь. Там склон и дальше к реке. И все это в реке. Это родниковая речка, понимаете? Называется она Шакша. Падает она в ту Ношонку, а ту Ношонка в Волгу. То есть это все окажется в Волге, буквально через... Волга здесь недалеко, километра четыре. Потом южный ветер. И все на деревню. Дышать там невозможно. Особенно, когда нет ветра. Все это испаряется. Кошмар полный. Уже более десяти лет в тесном соседстве с деревней Пашино располагается сельхозпредприятие. Как говорят местные, в последние годы ферма значительно выросла. И вместе с тем к ним в деревню потянулись большегрузы с тоннами навоза. Отразилось это не только на экологии, но и на единственной дороге. Ремонта этой дороги жители деревни Пашино добивались 8 лет. В прошлом году ее укрепили и отсыпали щебнем. Но сейчас под тяжестью большегрузов она вновь превращается в грязевое месило. Отстоять свою дорогу и вернуть в деревню свежий воздух местные пытались неоднократно. Писали даже экологам. Мы обращались в комитет по экологии. Комитет по экологии приезжал, брал пробы. Что там в этих пробах мы не знаем. Обращались к главе тунашунского поселения. Она нам обещала посодействовать. И ходила несколько раз к дирекции этого племзавода. Они все, видимо, ей обещали, но так до сих пор ничего не сделали. Руководитель сельхозпредприятия от комментариев отказался. Но пояснил ситуацию главе поселения. Мы уже неоднократно связывались с руководством племзавода имени Держинский. На завтра у нас назначен выезд с руководством. И как предварительно я разговаривала по телефону с руководителем данного предприятия, обещали, что выберут другое место для складирования и не будут разрушать данную дорогу. Также местные власти намерены подключить сотрудников природоохранной прокуратуры. Телеканал Первый Ярославский будет следить за развитием этой истории. Дарья Кос, Денис Лосев, День событий.